Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Для дальнейших наших встреч на портале Директ Академия и у нас целый трек на год наших вебинаров, посвященных вопросам гиблиографии, оформлению предстоит. И сегодня мы начнем с такой темы, как нормативное обеспечение. Проще говоря, поговорим о ГОСТах. Что нужно применять, то, что следует из названия, те слова, которые Павел Юрьевич не рискнул воспроизводить. Да, много слов, но на самом деле наш вебинар сегодня будет, наверное, не таким продолжительным, как у нас это бывает обычно. Это будет краткий обзор по тем ГОСТам, которые могут нам пригодиться в нашей работе при составлении методических рекомендаций, требований к письменным работам, студенческим письменным работам, начиная от докладов рефератов, но и в большей степени это, наверное, касается курсовых ВКР-дипломных проектов. Для магистров эта встреча и понимание, чего откуда берется в методических требованиях, тоже, наверное, будет полезно. Ну и для аспирантов в том числе. А также для всех научных руководителей и работников, особенно вузовских библиотек, которым приходится и хорошо бы помогать научным руководителям и кафедрам, которые составляют, разрабатывают эти требования в том, чтобы сориентироваться. Да, что-то я так спич начала очень активно введением и забыла самое главное. Вот оно, последствия лета. Хорошо ли меня видно, слышно? Потому что и видно ли рабочий стол? Ну, по традиции, отметьте плюсиками или чем-нибудь словами в чате. Спасибо, отлично. Все, тогда идем дальше. Формальности соблюли. Презентация по традиции в ресурсах, она есть, скачать ее можно. Для тех, кто забыл или кто первый раз у нас сегодня на нашей встрече, справа наверху, папочка, значок папки, иконка, открываем и скачиваем презентацию. Как всегда, я ее вам даю ваше пользование. Можно использовать, но если куда-то в публичное представление, тогда просто со ссылкой, да, ну, большая просьба, буду очень рада, если вы это сделаете. И сегодня у нас с вами три вопроса. Четвертый я сюда специально не вынесла, хотя он в анонсе у нас звучал, он сегодня на вебинаре у нас тоже прозвучит. Первый вопрос у нас будет небольшой. Про то, что есть ГОСТы для методических рекомендаций и требований к письменным студенческим работам. Это жесткий стандарт или рекомендации, позволяющие нам варьировать, как-то лавировать, да, внутри. Рассмотрим, пройдемся вот таким обзором, это следующие два вопроса, топ-5 самых таких важных ГОСТов, которые мы используем при составлении методических рекомендаций, и на которых, в общем-то, строятся все методические рекомендации. И плюс я вам дам еще обзор стандартов, которые могут быть полезны при разработке и методичек, и требований к оформлению ВКР. И четвертый вопрос по умолчанию, который не попал на слайд, это краткий обзор наших предстоящих вебинаров на весь будущий учебный год, с тем, чтобы вы могли выбрать уже сейчас то, что вам наиболее интересно, те темы, те вебинары, на которые хотелось бы сходить. И первый вопрос про стандарты или рекомендации, он на самом деле небольшой, он такой спорный момент. Неоднократно в течение предыдущего года на вебинарах, в чатах возникал этот вопрос. Ну, если написано в ГОСТе, то значит так и надо. Какие там могут быть допущения? Стандарты надо обязательно соблюдать. Да, стандарты надо обязательно соблюдать. Так было в пост, в такую доперестроечную эпоху, когда стандарты носили форму единожды установленного закона. Но сейчас идет такая тенденция в сторону рекомендательного характера стандартов. Вот если посмотреть все изменения, а стандарты сейчас меняются, вводятся новые, вводятся дополнения, по многим стандартам это идет, в том числе и регламентирующим библиотечным и библиографическое дело, то если посмотреть и даже сравнить, то стандарты становятся все более рекомендательными. Здесь есть свои плюсы, здесь есть свои минусы. В чем плюс? Плюс в том, что мы можем выбирать тот вариант, который подходит нам, если есть какие-то допущения в различных пунктах стандарта. Можно ставить знак «точка тире», а можно «тире опустить». Что мы выберем? То, что попроще. И, в принципе, при составлении методических рекомендаций для оформления курсовых ВКР, конечно, мы будем выбирать те варианты, которые легче и для научного руководителя, и для студента, потому что на оформлении будут умирать и те, и другие, чтобы сделать его правильно. То есть наша задача не в том, чтобы уморить студента и научного руководителя, которому это все проверять еще на соответствии, а в том, чтобы все соответствовало стандартам, но в то же время было просто. И в этом, наверное, плюс, но минус в том, что нарушается принцип единообразия. И вот эта тема, она актуальна. Это больной момент, больной вопрос не только для образовательных организаций, для высших учебных заведений, в частности, но и для библиотечных тоже. Вот в первом номере журнала «Научные и технические библиотеки» за 2019 год была небольшая такая статья, посвященная новым стандартам, так и называются «Новые стандарты» 2019 года, Эдуарда Рубеновича Сукеосяна. О, после лет речевой аппарат еще не разработан. Так, статья, сейчас я вам даже ссылочку, не ссылочку, а описание этой статьи сюда на всякий случай скину, да, как называется. И начало статьи меня зацепило очень сильно, потому что, ну, вот прям вот отозвалось, прям вот по теме первого вопроса. И он там пишет, что да, вот очередная перестройка вводится целый ряд стандартов, рекламентирующих, ну, он говорит о библиотечной деятельности, эту сферу, и стандарты становятся все более рекомендательными. К чему это приводит? Это приводит к тому, что в каталогах многих библиотек нет единой политики, нет единой технологии в тех случаях, когда в стандарте предусматривается право выбора. То есть краткая форма библиографического описания может быть дополнена факультативными элементами, и в библиотеке каталогизатор уже решает вопрос о границах этой факультативности. Так вот, если каждый каталогизатор будет решать это по-своему, то в каталоге будут оказываться записи, совершенно различные по составу элементов. То же самое может происходить и в том же списке использованных источников нашей ВКР. Либо так, либо этак, либо сяк. В разных работах по-разному. Если каждая кафедра будет по-своему формировать, например, требования к описанию, и нет единой политики, а методические рекомендации очень часто пишут именно выпускающие кафедры. И если в стандарте разрешены варианты, если есть такой доступ, то должны быть приняты единые для всех правила, хотя бы в рамках одного ВУЗа. Этуард Рубенович говорит о библиотеке и указывает, что хорошо бы это зафиксировать, например, в распоряжении дирекции. То же самое хорошо бы принимать и в конкретном ВУЗе. Так, Павел Юрьевич у нас что-то сказал от юристов. В законе и под законом акте. Да-да-да, вот Павел Юрьевич, как раз к вашей реплике, как только мы фиксируем те допуски, которые есть в гости, в локальном акте, стандарт, распоряжение, положение, то есть какой-то регламент или стандарт конкретного, например, учебного заведения, вот это становится уже законом для исполнения всеми участниками. И вот тогда мы можем обеспечить вот тот самый принцип единообразия, который для библиографических описаний, например, для оформления он необходим, иначе у нас будет полная каша. То же самое, вот тоже хорошая фраза, которая мне понравилась в этой статье. Проблема появляется в тех случаях, когда часть библиографических записей мы формируем сами, имея источник перед глазами, а другую часть заимствуем из электронных каталогов или библиографических баз данных. Знакомая ситуация. Составляя список источников, мы часто пользуемся и теми, и другими ресурсами. Часть пишем сами, часть берем откуда-то, и вот она каша, которая у нас появляется в списке. Поэтому единые требования, единые стандарты, они необходимы. Ну вот вузовский стандарт, единый для всех кафедр, учитывающий, кстати, особенности отдельных кафедр. Иногда это приходится делать. Есть кафедры, у которых какой-нибудь дизайн, например, или реклама, или там шоу-бизнес. Они, может быть, не пишут текстовые дипломы или курсовые проекты, а это защита или технические вузы. В основном это чертежи, оформление научно-технической документации, оформление чертежей. У них минимум текста, максимум чего-то другого. Моделей, прототипов, работающих чертежей. Но все равно даже вот эти специфические особенности в единый регламент можно включить, а дальше уже кафедры будут выбирать сами те необходимые элементы из этого стандарта, которые будут использоваться части, касающиеся именно их, и уже более сокращенный вариант методических рекомендаций. Марина Викторовна, есть текстовый КР, особенности могут быть по оформлению. Поэтому вот если это есть, тогда особые требования нужно просто включать в этот... Я не говорю, что текстовый КР вообще может не быть. Хотя сейчас вузы получают такую возможность. Они могут не писать ВКР по новым стандартам. Заменять их другими формами итоговой аттестации, в том числе письменной аттестации. Ну вот некоторые вузы принимают такие стандарты, можно посмотреть, например, ну в качестве, фиксируют их в качестве положения или стандартов. Пензенский, по-моему, госуниверситет, у них есть целый стандарт университета по оформлению ВКР. Саратовский университет, по-моему, Чернышевского положения, в рамках целого вуза. Ну вот это вот один из способов, как решить этот вопрос. Какими ГОСТами чаще всего пользуемся? Ну, есть, можно выделить такой целый набор стандартов, которые могут нам пригодиться при оформлении выпускной квалификационной работы или дипломного, или курсового проекта. Можно выделить три такие большие части, которых они будут касаться. Это оформление самой ВКР, оформление текстовой части. Марина Викторовна, я возвращаюсь к текстам. Текстовая часть. Текстовая часть может отличаться просто в рамках требований. Где-то могут быть совершенно различные требования, в зависимости от того, будет ли это текст, например, у лингвистов, или это будет в большей степени чертежи и расчеты, как у технических специальностей. Поэтому, Марина Викторовна, я вот про это, что они могут отличаться. В какой форме они будут существовать, это же другой немножко вопрос. Одна часть касается оформления списка источников, оформления ссылок, это вторая такая составляющая, и оформления текстовой части работы, основной части ВКР, и плюс дополнительные ГОСТы, которые могут быть использованы при составлении методических рекомендаций. У нас нет единого ГОСТа для оформления студенческих работ. И также нет единого стиля библиографических описаний для оформления именно студенческих работ. Вот если посмотреть и вспомнить про международные стили оформления библиографических описаний, ссылок, списков, источников при статейной библиографии, вот те самые восемь наиболее популярных международных стандартов, среди них есть такой стандарт, как Ванкувер. И на его основе был разработан стандарт оформления Турабиан. Вот он используется для студенческих работ на Западе. Вот у них есть отдельный стандарт для оформления студенческих работ, которым они могут пользоваться. Причем там прописано все, и оформление текста, структура текста, структура работы, и в каком виде оформляются ссылки и списки источников. У нас, к сожалению, вот такого нет. Единственное, что есть только для авторфератов диссертации, и иногда магистрские работы тоже по нему оформляют. Все остальное это нам приходится компилировать и разрабатывать на основе существующих ГОСТов. Пользоваться тем, что есть. Вот этим вот набором. Вот они 5, 5 плюс и плюс 10 дополнительных, которые можно использовать. Пройдемся по ним кратким таким обзором. Значит, коллеги, не пугайтесь, если здесь мелко достаточно выведено. Это просто титульные листы, я их вам вывожу. Про каждый из этих ГОСТов я буквально пройдусь по основным моментам. Что это, для чего это. Названия здесь есть. Вот они указаны в названиях. Ну и презентацию вы скачали. Там можно будет посмотреть более укрупненно. Там будет лучше видно. Особенно, кто сейчас смотрится смартфонов или планшетов, не пугайтесь. В презентации все нормально, хорошо видно. Итак, первый ГОСТ, знакомый нам. Для оформления ссылок и списка источников. Знаменитый 2003, который сейчас заменили на 2018. Библиографическая запись, общие требования и правила составления. Вот по этому ГОСТу мы с вами составляем список источников. Образцы требования к списку источников. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, в чат. В чат пишите, либо во вкладочку «Вопросы». И можно прям в нашу сетку чата. Вот я смотрю, первый вопрос есть. Про стандарты надо учитывать, что в каждом стандарте представлена область его применения. Вот как раз я сейчас по области применения. По ним пройдемся. Да, вот, хороший вопрос. Не поименована методическая литература, квалификационная работа и так далее. Требования к оформлению этих видов работ могут учитывать ГОСТы, но не полностью им следовать. Владимир Алексеевич, конечно, можем не полностью следовать ГОСТы, но нарушать их тоже не следует. Почему я сразу сказала про библиотеки и про то, чтобы эту работу выполнять совместно с библиотекой? Во многих ГОСТы, обратите внимание, указано в области применения библиографирующая организация. А в соответствии с положением о вузовских библиотеках, вузовская библиотека осуществляет библиографическую деятельность, информационно-поисковую деятельность. То есть является, может являться, является библиографирующей организацией, выполняет библиографические запросы, разрабатывает методическую литературу, указатели и так далее. В этом плане, если составленные вами методические рекомендации, требования к оформлению ВКР будут соответствовать ГОСТам, не нарушать этих правил, но что-то упрощать и библиотека это разрешает, согласовывайте со своей вузовской библиотекой, то в этом случае никаких разногласий у нас с вами происходить не будет. Почему я и говорю? Старайтесь это делать в сотрудничестве с библиотекой, тогда это будет не только методическая литература, но и как-то библиографическая. 2-3. Переходить на ГОСТ. Нельзя нарушить то, что не является обязательным. Рекомендательным да, но если вы подвигаете какое-то требование, необоснованное на чем, то к вам могут возникнуть вопросы, а на основании чего, с чего вдруг вы это придумали. А вот исходя из ГОСТа, вот его рекомендация. Можно ли использовать ГОСТ-2003, пока не переходить на 2018-й? По вашему решению, такого вот жесткого перехода нет, просто имейте в виду, Ольга Анатольевна, что со временем все равно мы на 2018-й год будем переходить, и многие требования тех же изданий, например, издательств, они уже перешли на 2018-й. Поэтому постепенно все равно будем переходить. Один, они имеют право на существование и тот, и другой, просто один носит характер международный, другой национального стандарта. Один международного стандарта, другой национального стандарта. Поэтому если мы говорим о студенческих работах, которые не публикуются, не выходят, скажем так, на международный уровень, на международный рынок, то почему нет, конечно, можно. Распространяется на области применения. Хорошо, Владимир Алексеевич, можно не соблюдать. Но ориентироваться на стандарты все-таки нужно. Особенно если к вам придут проверки, начнут проверять состав и текст методических рекомендаций. Владимир Алексеевич, пишите, пишите комментарии только во вкладку «Вопросы», чтобы я тоже не отвлекалась. Тема интересная для обсуждения. Хорошо, когда есть разные мнения. Но давайте действительно мы не будем уходить сейчас. Это спорный, это дискуссионный момент. И мы можем на этом сейчас просто уйти далеко от наших стандартов. Так вот, стандарт 2003, пользоваться им можно, но ориентируйтесь на 2018, рано или поздно мы на него перейдем. Общие требования и правила составления библиографического описания документа, его части, группы документов. В этом стандарте, третьем или восемнадцатом его модификации, определяется набор областей и элементов библиографического описания, последовательность их расположения, наполнение и знаки предписанных пунктуаций, сокращение и так далее. Распространяется на описание документов, которые составляются библиотеками, другими библиографирующими учреждениями и целый ряд. Вот оно, вузовская библиотека имеет право. Стандарт не распространяется на библиографические ссылки. Еще раз напоминаю, иногда ссылки мы все-таки, некоторые пытаются по этому стандарту оформлять. Для электронных ресурсов. Второй ГОСТ это библиографическое описание электронных ресурсов. ГОСТ с 2001 года. То же самое, общие правила и требования в отношении элементов библиографического описания электронных ресурсов. Его минус в том, что там в основном рассматриваются элементы локальных электронных ресурсов. А источники ресурсов удаленного доступа в нем практически очень мало отражены. Поэтому в ГОСТе 2018, вот почему на него сейчас обращаю ваше внимание, там больше уделено внимание именно описанию библиографических ресурсов. Поэтому 2001, да, но в 2018, смотрите, там больше. И да, мы проводили один из последних вебинаров, в июне, по-моему, у нас был, как раз по тем новым моментам, которые касаются электронных ресурсов. Я вам еще, навигатор, делала такую выборку из этого ГОСТа, где чего искать, в каких пунктах говорится об электронных ресурсах. Недостаток ГОСТа 2018, то, что там все это не выделено в отдельную главу, а размазано по всему ГОСТу. Поэтому сидела, выбирала вот эти элементы. И этот файлик у нас в группе на Фейсбуке, он есть. Поэтому, что касается электронных ресурсов, это вот лучше ориентироваться туда. По 18-му. И 2008 ГОСТ. Вот это уже касается оформления библиографических ссылок. Общие требования, основные виды, структура, состав, расположение в документе. На любых, на ссылки, используемые в опубликованных и неопубликованных работах, вот оно, опять возвращаясь, нет, я не могу уйти от дискуссии. Неопубликованная работа ВКР туда относится, относится, распространяется, ГОСТ распространяется. Стандарт предназначен для редакторов, издателей, авторов. Студент является автором своей работы, является, распространяется, распространяется. Совокупность и важный момент. Тоже такое мнение проскакивает. А вот хорошо мы возьмем, почему бы не оформлять список источников по ГОСТу 2008. Зачем нам еще вот 18-й, 3-й. Мы возьмем и все по 2008-му сделаем. Так вот, почему важно этого, хорошо бы этого не делать. В ГОСТе пункт 7.1. Снос к примечанию на странице 5. Совокупность затекстовых библиографических ссылок не является библиографическим списком или указателем, как правило, также помещаемыми после текста документа и имеющими самостоятельное значение в качестве библиографического пособия. То есть нельзя оформлять затекстовые ссылки в ВКР и на этом ограничиться. Список источников у вас все равно должен быть отдельным, потому что выноска, которая ставится в тексте и список, который мы помещаем за текстом, вот это все вместе и есть затекстовая ссылка. И сказать, что а вот это вместо списка источников нельзя, это неправильно, это нарушение структуры. Список тогда должен быть отдельно. Поэтому если вы выбираете формат затекстовой ссылки для своих методических рекомендаций для студентов, ну подумайте, не усложните ли вы этим жизнь, во-первых, им, во-вторых, научным руководителям не возникнет ли путаница. Потому что список у нас по одним правилам формируется и структурируется, а затекстовые ссылки, они, как правило, по мере возникновения в тексте и расставляется, да, идет нумерация. То есть они там уже будут не в алфавите уж точно. И потом это все перерабатывать, ну это лишняя головная боль. Нужна ли она? Не проще ли оформить просто подстрочными ссылками? Опять же, я не настаиваю, я просто информацию к размышлению вам даю. Светлана Вячеславовна у нас спрашивает, как сегодня аспирантам-декатарантам оформлять библиографический список. Светлана Вячеславовна, есть ГОСТ. Вот сейчас мы к нему тогда чуть попозже подойдем. Одиннадцатого года на него ориентируемся и чуть попозже отвечу на ваш вопрос. Дополнительно, что может нам еще из ГОСТов пригодиться для оформления списков источников, ссылок и прочего. Значит, из дополнительных. ГОСТ 7.82 тысячи. Библиографическая запись, заголовок, общие требования, правила составления. Вот этот стандарт нам бывает необходим, когда возникают вопросы, а как правильно написать? Антуан де Сент-Экзюпери. Как указать автора? Дюма «Отец и сыновья». Как это указывать? Я столкнулась с трудностями составления заголовков для студентов, и это приходилось прописывать в методичке отдельно и отдельно делать занятия, проводить с ними. Когда вела занятия в православном университете, и вот там у студентов возникали вопросы, как указывать авторов, которые являются лицами духовного звания. Как правильно это расписать? Это целая история. А если заголовком является название организации или ГОСТ, или ПАТЕН. Поэтому вот эти все моменты можно как раз найти в этом ГОСТе. Плюс правила российской каталогизации, где тоже очень много внимания как раз уделяется оформлению заголовков. Но они все опираются именно на этот ГОСТ. Поэтому если у вас много таких специфических заголовков встречается, переводной литературы, либо, как у нас было, лица духовного звания, либо организации, то какие-то элементы из этого ГОСТа, посмотрите, они пригодятся при оформлении методических рекомендаций, возможно для образцов. Издание ГОСТ 2006, издание «Выходные сведения» имеет смысл посмотреть, но только в том случае, если по поводу оформления выходных сведений возникают какие-то вопросы. Либо мы, работая с источником напрямую, берем сведения с титульного листа, либо с оборота титула. И вот здесь у нас возникают вопросы, потому что этот стандарт, он больше ориентирован на издателей, на полиграфические, книготорговые предприятия. И вот в этом плане посмотреть, что предусмотрено стандартом, где искать эти данные и как они могут выглядеть, только тогда обращаться к этому ГОСТу. Но для себя в копилку можно положить, чтобы он у нас присутствовал. Но для оформления титульных листов может пригодиться. Единственное, наверное, где. Еще один ГОСТ, который нам точно будет пригождаться для методичек, это ГОСТ 93, библиографическая запись, сокращение слов на русском языке, общие требования и правила. И его новый вариант ГОСТ 2011. Почему я их привожу? Потому что вы и с тем, и с другим можете сталкиваться. Поэтому я вам привожу обе версии. Конечно, лучше ориентироваться на последнюю. Это стандарт, который устанавливает требования и правила сокращения слов и словосочетания на русском языке. В библиографических записях и ссылках на все виды документов. предназначен для библиотек, органов НТИ, издателей, а также физических лиц, создающих библиографическую информацию. Владимир Алексеевич, нашим студентам и научным руководителям и авторам в помощь. Мы создаем библиографическую информацию, если мы говорим о списке источников. Для библиотек, то уж точно. Еще один ГОСТ, который нам может здесь пригодиться. Про русский язык мы сказали. Ну и ГОСТ четвертый. Это что касается сокращения словосочетания слов на иностранных европейских языках. в области применения, а также для прикнижных, пристатейных списков литературы и библиографических ссылок. Поэтому вот эта та часть, которая очень сильно хромает, оформление книг на иностранных авторов, на иностранных языках, в том числе и сокращения, вот нам в помощь. Часто хромает у студентов. И еще один ГОСТ, это по транслитерации. Тоже часто сталкиваемся с этим вопросом, особенно в части транслитерации, когда мы переводим наши ссылки и описание источников для референсис, когда пишем статьи, а сейчас и студенты, а особенно магистранты, просто обязаны писать, в том числе и ваковские статьи. И, соответственно, с этим вопросом мы будем сталкиваться. Есть два ГОСТа по транслитерации. ГОСТ 14, наиболее свежий, 2014 года. Правило упрощенной транслитерации русского письменного языка латинским алфавитом. И есть второй ГОСТ 2000 года, ИСУ-995, правило транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом. Вот здесь надо внимательно смотреть и тот, и другой. Скорее всего, нам может подойти двухтысячный, все-таки ГОСТ 2000. Вот здесь у меня тоже такой вопрос к коллегам. Владимир Алексеевич, это скорее всего к вам, как специалисту по ГОСТам. Смотрите, в ГОСТе 2014 идет, что стандарт не распространяется на правила обратимой транслитерации, допускающей однозначное алгоритмическое восстановление правильного исходного текста для всех письменностей, основанных на кирилловских алфавитах. А двухтысячный стандарт не распространяется на правила передачи латинскими буквами звукового облика слов, записанных кириллицей. Владимир Алексеевич, будем искать вместе. Будем искать вместе. В двухтысячном правила настоящего стандарта применяют везде, где требуется обеспечить однозначное представление кирилловского текста латинскими буквами и возможность алгоритмического восстановления текста в исходной кирилловской записи. Если сейчас все требования к описаниям унифицируются под международные стандарты в связи с цифровизацией, с компьютеризацией, с электронной передачей данных, автоматической обработкой, то, скорее всего, исходя из данных описаний, все-таки стоит ориентироваться на ГОСТ-2000, на второй ГОСТ по транслитерации. И это то, что касается стандартов для составления списков источников и ссылок. И по оформлению текстовой части работы. На какие ГОСТы ориентироваться здесь, что нам здесь пригодится. Очень часто в методических пособиях, в рекомендациях, а тем более в электронных ресурсах, сети интернет, очень часто звучит такая фраза, что при оформлении ВКР студенты должны придерживаться оформления по ГОСТ-2018. Что это за ГОСТ-2018? Первое, что приходит в голову, это вот тот наш 2003 новая версия. Очень с этим осторожно. Современный ГОСТ-2018, чаще всего под ним подразумевается ничто иное, как вот этот ГОСТ-732-2001. Отчет о научно-исследовательской работе, структуре и правилах оформления, исходя из которых формируются основные рекомендации и требования к оформлению самого текста работы. Здесь я вам написала, вы можете заметить, 732-2017, а говорю про ГОСТ-2018. Но та же самая история, что 2017 года, но введен в действие годом позже. Поэтому иногда его и ГОСТ-2017, и ГОСТ-2018 называют. Но это вот информация с титульного листа. Стандарт достаточно обширный, но основные моменты, которые относятся к нашей теме студенческих работ, это определение шрифтов, строгое соблюдение всех заданных полей, необходимость печатного набора материала, то есть основные требования такого технического характера к работе, оформление заголовков и прочее. Вот они все находятся в этом ГОСТе. Что у нас здесь еще? 11-й ГОСТ по отчету ПАНИР и ГОСТ 11-го года. Это как раз те самые диссертации, авторефераты диссертации, на которых мы основываем свои требования в части оформления данного вида работ. Светлана Мячеславовна, списки согласны требованиям ВАГ, но требования ВАГ тоже не берутся ниоткуда, они тоже везде в любых требованиях используются требования ГОСТа. Но вот то, о чем говорил Владимир Алексеевич, можно переработать, можно адаптировать. Поэтому если возникают какие-то вопросы, и вы ищете ответы на них, и их нет в методических рекомендациях, вы теперь знаете, вот для этого я вам обзор этот провожу, к какому ГОСТу обращаться и где искать ответ на вопросы, и если возникают какие-то спорные моменты. Про ГОСТ по оформлению диссертации, авторефератов диссертации подробно останавливаться не буду его сейчас затрагивать, скажу потом почему. У нас целый трек будет в этом году вебинаров Натальи Модестовны Логачёвой. И вот там она уже подробно будет останавливаться именно на всех моментах, которые касаются диссертационных исследований. Так, Елена Борисовна, звука нет. Коллеги, техническая пауза. Поставьте, пожалуйста, плюсик. Звук есть? Это у меня проблема или... Есть. Ага, спасибо. А то я уже начинаю пугаться. Тогда надо просто, видимо, что-то с настройками. Значит, ещё. Где смотреть оформление, требования к оформлению текстово-табличного, формульного, иллюстративного материалов? Вот те самые вопросы, с которыми чаще всего сталкиваемся. Во-первых, это вот наш, вот этот ГОСТ 7.32.2001, либо 17. И ещё один ГОСТ, который, новая версия тоже, вот буквально-буквально недавно была принята, ГОСТ 105.95 и ГОСТ 105.2019. 2019-й ещё не вступил в силу. Он вступает в силу, по-моему, с 1 февраля 2020 года. Это изменённые требования к оформлению, вот как раз, текстового материала. Поэтому пока действует 95-й. Разница та же самая. Один носит национальный характер, другой носит международный характер. Поэтому спокойно и тем, и другим можно пользоваться. Ну, если уж введут, постепенно переходить на него придётся. Вернее, когда он войдёт в действие, принять-то его уже приняли. Что в 95-м ГОСТе? Это общие требования к текстовым документам. Вот отсюда можно брать требования к формату ВКР. Формат страницы, ориентация поля, всё, что касается выравнивания абзацев, расстановки переносов. Очень много в этом ГОСТе есть по оформлению таблиц. Очень подробно разобрано. Как оформляются заголовки, строки таблицы, подзаголовки, точки, не точки, прописные, строчные, где подпись ставить, как ставить, как нумеруются таблицы, могут ли быть незаполнены графы таблицы, или нужно заполнять. Всё вот это есть в этом ГОСТе. Также там рассматриваются все моменты по оформлению формул, то, что может быть важно для технических ВУЗов. Иллюстративный материал, что к нему относится, как располагаются рисунки, как они называются, можно ли писать рисунок или схема диаграмма, как давать на них ссылки в тексте. Вот все эти нюансы, которые у нас возникают, обращаю ваше внимание, вот эти два ГОСТа. ГОСТ 732-2001 или 2017, и вот этот последний, 105-й, 105-95 или 105-2019. Нужно ли переходить на новые ГОСТы прямо сейчас моментально? Здесь, коллеги, смотрите, во-первых, это решение вашей организации раз, но оно должно быть единым. И второй момент, смотря когда защищаются ваши дипломники. Если уже зимой выходят на защиту, например, заочники, не мучайте их, пожалуйста, не надо новшеств вводить, пусть останется как есть. Дай Бог, чтобы хоть так оформить. Если выходят летом, ну тогда смотрите, наверное, 2018 ГОСТ по библиографическому списку, по библиографическим описаниям имеет смысл вести. То есть здесь принцип разумности. Опять же, наша задача не довести студента до паники и научного руководителя до истерики. Пощадите нас. Это вот то, что касается по оформлению документации. Да, часть вот этих ГОСТов, она, ну кроме нашего по диссертациям и авторефератам, они в основном относятся к научно-технической информации. Но оттуда можно брать вот эти элементы для требований к оформлению студенческих работ и ВКР, именно потому что там они очень подробно прописаны. Ну а техническим вузам уж сам Бог велел именно на них ориентироваться. Из дополнительных ГОСТов, что имеет смысл, на что имеет смысл обратить внимание? ГОСТ по ИСО 8601-2001, проставление даты времени, общие требования. В 2019 году уже вступил в действие новый ГОСТ 2018. И там, это отечественный стандарт, является модификацией международного стандарта ИСО, элемента данных и формата для обмена информации, представления даты времени. И этот стандарт устанавливает требования к числовому представлению даты времени в автоматизированных системах и электронных научно-технических документах. Здесь, смотрите, может подойти, либо, если это касается каких-то особенностей содержания курсовой работы или ВКР, там необходимо постоянно использовать, то, возможно, имеет смысл обратить внимание на этот ГОСТ. Ну и для оформления титульных листов, либо какой-то другой документации, которая входит в комплект документов, например, того же выпускника. Второй ГОСТ более полезен для нас. Просто вот первый, это скорее для вашего сведения, как правильно записать даты или время, если они встречаются в студенческой работе, и студентка к вам обращается с этим вопросом, чтобы не придумывать самим. Ну вот, пожалуйста, можно послать ГОСТ или посмотреть там. Вот второй ГОСТ для нас более актуален, особенно для Единицы величин 2002, особенно для математиков, тех, кто пишет свои работы по точным наукам, да, естественно, научные и прочее. Там, где есть единицы физических величин. Вот этот стандарт устанавливает единицы физических величин, применяемые в стране, то бишь у нас. Наименование, обозначение, определение и правила применения. Когда допускаются сокращения, когда нужно писать полностью, где мы можем сократить рублей до руб, а где оставить целиком и полностью. Как правильно сократить этот ГОСТ по сокращениям слов в словосочетании русского языка, а что допускается сокращать, это вот в ГОСТе 2002 посмотреть. Можно ли использовать математические знаки без числового выражения? Проценты, а можно сократить просто до значка процента? Как переносить формулы? Как переносить вот эти физические величины? Про формулы здесь очень много есть информации. Как правильно оформлять вот все вот эти мелкие нюансы и детали, с которыми можно столкнуться при выполнении курсовых или дипломных работ? Нам в помощь. И еще два документа. Я их объединила в один, чтобы уж не выносить на лишний дополнительный слайд. Это ГОСТ 10696 текстовые документы. И ГОСТ 104-2006 основные надписи. Это стандарты, касающиеся ЕСКД, единые стандарты конструкторской документации. По-моему, так они расшифровываются. В основном вот эти два ГОСТа будут полезны представителям технических вузов, там, где идут большое количество чертежей, большое количество таблиц различных, конструкторской документации. Вот это скорее для них, скорее для вас, коллеги, для тех, кто подобные документы оформляет. Чертежи, схемы, текстовые, конструкторские документы. Вот все основные требования к оформлению, они берутся из этих двух ГОСТов. Основные надписи, это в основном касается чертежей, схем, блок-схем и прочего, а текстовые документы – это сопроводительные текстовые документы, конструкторская документация. Вот как раз к вопросу пространность, особенность выполнения курсовой работы. Основное может быть выполнено в виде чертежей, тогда будем пользоваться при составлении требований 2006 ГОСТом. Но текстовая документация будет также присутствовать, и часть для оформления ВКР можно взять и хорошо бы брать, основываясь на этом стандарте. Это основные стандарты, которые могут быть использованы при составлении методических рекомендаций и требований к оформлению студенческих работ, начиная от рефератов и каких-то форм текущего контроля и успеваемости до курсовых и дипломных проектов. Где брать эти стандарты? Я хочу вам предложить несколько вариантов таких полезных ресурсов, несколько источников, где они хорошо представлены. Во-первых, система Гарант. Там в Докипедии много из существующих стандартов можно найти. Мне понравился вот этот первый ресурс, электронный фонд правовой и нормативно-технической документации, консорциум кодекс. Там четко обозначается, введен ли в действие, есть прям вот значок стоит, если зелененький с галочкой, значит, введен в действие это действующий стандарт. Если желтый, то он либо уже прекратил свое существование, там подписывается пояснение, да, либо он уже не действует, тогда мы его не смотрим, либо он еще не вступил в действие и указывается, когда он вступает. То есть достаточно простой и очень такой наглядный ресурс. И обратите внимание, пожалуйста, последний раздел нашла неплохой ресурс, который содержит стандарты для библиотекарей, для организации библиотечной работы. Все, что касается вот наших библиографических стандартов и деятельности библиотек, представлено очень хорошо и очень полно представлено на этом ресурсе. Единственное, что там не все новые, не все обновления там присутствуют. Поэтому первые и последние ресурсы в сочетании дают очень хороший результат. Это вот то, что касается нашего сегодняшнего такого короткого обзора по существующим ГОСТам. Так, Владимир Алексеевич, ага, с информацией из КД, единая система, да, спасибо, единая система конструкторской документации. Ага, спасибо за уточнение. Я, наверное, стандарты сказала, да, система. Да, около полутора сотен квалификационных работ для разных. Конечно, конечно, Владимир Алексеевич, конечно. Я просто привела сюда, выбрала те стандарты, которые могут использоваться и для оформления квалификационных работ, не только инженерных и технических специальностей, на которые мы можем сослаться. Не просто вот преподавателю или научному руководителю пришло в голову, а давайте-ка мы 14-му таймс нью-рома. А с чего вдруг? Всегда есть выход на ГОСТ, и мы можем обосновать то или иное свое решение, сославшись. Или поля, давайте вот такие поля сделаем, а почему не другие? Вы знаете, очень хорошо выглядят методические рекомендации и для проверяющих, и для студентов сразу отпадают вот эти вопросы. Почему и зачем, когда есть отсылки к нормативным документам, к тем же ГОСТам. Правила оформления полей в квалификационной работе. Отсылочка из какого ГОСТа, опираясь на какой ГОСТ или следуя рекомендациям какого ГОСТа, это составлено. Все. Здесь уже вопросов не возникает. Минимальный в миллиметрах. Да, это для чертежей. Надо будет посмотреть. Там есть и не только в миллиметрах. Если для чертежей, да, там прям отступы в миллиметрах, в сантиметрах указывается. И, коллеги, последний на сегодняшний день. Вот краткий обзор мы с вами прошли. А дальше, да, используя метод Владимира Алексеевича, разумная мера и принцип разумности, но соблюдение единообразия, это те документы, которые мы можем использовать. Не обязательно все ГОСТы использовать при составлении своих методических рекомендаций и пособий. Но те, на которые мы можем ссылаться и которые из этого набора мы можем выбирать то, что необходимо нам. И последний сюжет в нашем сегодняшнем небольшом разгоночном вебинаре. Был вопрос в одной из групп по поводу расписания. Хорошо бы его посмотреть. Но вот по своим вебинарам я такое расписание для вас сделала. Вебинары из нашего, из своего цикла я вам выбрала на 19-20 год. Все названия есть. Ссылки вот здесь до декабря 2019 года ведут сразу на страницу регистрации, поэтому уже сейчас можно зарегистрироваться на те вебинары, которые для вас интересны. На 2020 год список вебинаров и тем уже есть, даты определены. Но единственное, что пока регистрация еще не открыта. Пока регистрация открыта только на 2019 год. И следующая наша с вами встреча состоится уже 18 сентября. Сегодня у нас такой небольшой разгон мы давали. А вот 18 сентября мы с вами пройдемся уже более внимательно по новому ГОСТ-2018. ГОСТ библиографических описаний касающийся. И посмотрим, что нового он нам приготовил. И в части электронных ресурсов, и в части других отдельных позиций. Посмотрим сравнение, наверное, с ГОСТ-2003. В октябре у нас будет два вебинара, посвященные поиску, интернет-поиску и выбору изданий для публикаций. В ноябре мы будем говорить с вами об оформлении двух составляющих. Той самой выпускной квалификационной работы, письменной работы, студенческой. Это оформление ссылок. Разберем виды, типы и особенности каждого вида, как оформляется. Вот там как раз поговорим про сложности, как соотносить затекстовые ссылки со списками источников, какие здесь могут возникнуть трудности. И 20 ноября у нас будет правило библиографических описаний уже с учетом новых требований, как оформлять список источников в письменных работах. И в декабре у нас с вами два вебинара. Один по аналитическим библиографическим описаниям. К сожалению, до сих пор еще часто встречаются вопросы. Это сложная, видимо, тема, как делать описание статьи на статьи из сборников, из периодических изданий. И вот очень много идет запросов на эту тему, поэтому мы на ней более подробно остановимся. И заканчиваем мы этот год 19-й библиографическим описанием электронных ресурсов, опять же, с учетом нового ГОСТа. Поэтому у нас по новому ГОСТу будет в этом году два вебинара в этом семестре. В первом мы только краешком коснемся, а основное внимание это будет у нас в декабрьском вебинаре. Ну и дальше я пока заглядывать не буду. Ну, ради интереса посмотрите сами, что нас ждет во втором полугодии. И сразу хочу вам сказать, что есть интересные темы. То, что касается непосредственно диссертационных методики и содержания, написания диссертационных работ, авторефератов, диссертаций, кандидатских, докторских. Есть замечательный вебинар Натальи Модестовны Логачевой. Мы вот так по темам несколько с ней перекликаемся и пересекаемся. Поэтому очень рекомендую для тех, для кого это актуальная тема, брать наши два трека. Они будут взаимодополнять друг друга. Поэтому обратите внимание в расписании вебинаров еще и на вебинар Натальи Модестовны. И по контактам, по связям. В презентации вот здесь на слайде все контактные данные есть. Отсылка на расписание вебинаров. Есть у нас группа в Фейсбуке. Сейчас с сентября начнем активную работу. И там активное общение. Ну и плюс два своих контакта. Если возникают какие-то вопросы, можно обращаться сюда. Владимир Алексеевич, вот с проблемными и острыми вопросами ждем вас в группе с постами, с публикациями. Будем очень рады. Ну и всех остальных коллег тоже. И помимо серии вебинаров, которые мы проводим в таком режиме, два раза в месяц, в следующем полугодии, наверное, будет один раз в месяц. Забегая несколько вперед, скажу вам, что на конец этого года намечен запуск курса на платформе Директ Академии. Вот как раз связаны с вопросами библиографических описаний, освоения этих премудростей и для студенческих работ, и для авторов, которые публикуют свои статьи и очень часто вынуждены оформлять референсис, оформлять списки при статейной библиографии и списки источников. Welcome! Следите за информацией, следите за рекламой на портале Директ Академии, она будет появляться. Но если у кого-то возникают вопросы или желание научиться, вот то, о чем мы с вами говорим, это только мы разбираем так кратко, обзорно и теоретически. Если есть желание этому научиться, есть интерес к практическому освоению, пожалуйста, либо во вкладочку «Вопросы», либо пишите, вот все контактные данные здесь есть, обращайтесь для тех, кто записывается сейчас, будут преференцией. Поэтому вот на этой счастливой нуте я сегодняшнюю встречу, наверное, будем уже заканчивать. Благодарю всех за хорошие вопросы Владимиру Алексеевичу, огромное спасибо за то, что поднимаете такие острые темы. Пожалуйста, не стесняйтесь, пишите, приходите, спрашивайте. Это очень важно и для вас, и для нас, понимать то, что актуально для вас, чтобы в наибольшей степени удовлетворять ваши потребности. Всем огромное спасибо. На этом я сегодняшнюю встречу заканчиваю и передаю слово Павлу Юрьевичу. А с вами я прощаюсь до 18 сентября. Всем хорошего дня, отличных выходных. Прекрасно.